Раньше я ненавидела читать, и до 25 лет моими единственными книгами были учебники. Я не видела смысла в чтении. Это же так скучно. Но потом я втянулась, и меня было просто не остановить. Иногда я прочитывала по две книги в неделю. А за последние семь лет прочла более 350 книг. В этом выпуске мы поговорим о трёх главных преимуществах чтения. Первое. Чтение — это тренировка, которая улучшает все сферы жизни. Тренируйтесь хотя бы по две минуты в день. Многие думают, что изменить жизнь можно только кардинально. Вы ждёте подходящего момента, но он может вообще никогда не настать. Когда я училась в университете, то думала, хочу ходить в спортзал, но пока надо сконцентрироваться на учёбе и подработке. Вот как только закончу учёбу, займусь собой, буду правильно питаться, заниматься спортом и читать книги. И знаете что? К моменту окончания универа времени у меня стало ещё меньше. Я просто нашла себе новое оправдание. Не ждите идеального момента. Допустим, вы хотите полностью изменить свою жизнь. Вам всё равно придётся начинать с малого. Если вы уже видели наш выпуск «Атомные привычки», то знаете, что для закрепления привычки нужно всего две минуты в день. Сперва нужно приучить себя к последовательности. Это касается не только чтения. Вы приводите себя в форму, делая по 10 отжиманий ежедневно. Меняете свой рацион питания, выбирая обычную воду вместо сладкой газировки. Медитируете, делая осознанный вдох. Подумайте, когда вам удобнее всего было бы читать. Свяжите чтения с уже имеющейся привычкой и наслоите их. Допустим, вы каждый день пользуетесь общественным транспортом. Что вы делаете во время поездки? Листаете ленту соцсетей? Слушаете музыку? Попробуйте включить аудиокнигу. Пусть всего на две минуты. Да эти две минуты ничего не дадут, скажете вы. Но ведь это только начало. Вы должны выработать привычку. К тому же, скорее всего, с каждым разом вы будете увеличивать время чтения. Грандиозный успех не свалится на голову. Вы строите его сами. Он складывается из маленьких, на первый взгляд, незначительных последовательностей ежедневного выбора. Выбор, который вы совершаете каждый день и приведет вас к намеченной цели. Вот такой парадокс. С одной стороны, изменения незначительны. С другой, именно они имеют наибольшее значение на пути к успеху. Еще один интересный факт. Чем проще привычка, тем легче ее пропускать. Например, когда вы стоите в очереди, всегда проще достать телефон, чем книгу. Именно здесь вы должны совершить осознанный выбор. Теперь предположим, что вам удалось придерживаться новой привычки, и вы слушаете аудиокнигу по пути на работу в течение ста секунд ежедневно. Что произойдет? За год вы прочитаете 20 книг. За пять лет — сто книг. Прочитать 100 книг о бизнесе — это все равно, что пообщаться с самыми выдающимися бизнесменами планеты. Вы обнаружите новые способы заработка и прокачаете себя морально и физически. Опять же, эти небольшие ежедневные ритуалы легко игнорировать, но ваша жизнь складывается именно из них. Резюмируя эту часть, ждать подходящего момента — значит тратить время впустую. Не ждите окончания школы, продвижения по службе или когда дети вырастут, чтобы вы смогли наконец начать делать то, что вам хочется. Внедрите новую привычку прямо сейчас и уделяйте ей две минуты каждый день. Вскоре вы заметите, как постепенно ваша жизнь становится немного лучше. Второе преимущество — книга как решение проблемы. Хотите создать свой бизнес? Научиться поддерживать разговор, стать более уверенным в себе, избавиться от негативных мыслей? Скорее всего, кто-то уже написал об этом книгу. Вам осталось ее найти и прочитать. Есть проблема, и решение — это книга. Никто не преподносил мне чтение в таком свете. Мне просто говорили, надо читать. Кому надо? Зачем? Непонятно. В общем, наставления родителей и учителей звучали малообещающе. Однажды я проходила стажировку в небольшой компании. Владельцем был мужчина лет сорока. Его навыки общения потрясли меня. Все любили и уважали его. Иногда он приглашал меня к себе в кабинет, и мы просто пили чай и разговаривали. Казалось, он максимально прокачал навыки коммуникации. Я спросила, как он научился так хорошо ладить с людьми. Он улыбнулся, взял с полки книгу и протянул ее мне. Я прочитала название «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — Дейл Карнеги. Именно в этот момент я поняла, что книги — это не просто раздражающие учебники, которые заставляют читать в школе. С помощью книг можно решить свои проблемы. Например, избавиться от неуверенности в себе. Кто бы мог подумать? Итак, книга Карнеги стала одной из первых, которую я прочла взахлеб. Я не могла поверить, что из книги можно почерпнуть столько полезной и практичной информации. После этого случая я подбирала книги для решения каждой возникающей у меня проблемы. И делаю это до сих пор. Третье преимущество. Книга — ваш наставник. Я хотела зарабатывать больше денег, но никто из моих знакомых не мог меня этому научить. Есть такое выражение. Ты — это среднее арифметическое пяти окружающих тебя людей. Я подумала, значит, мне нужно обзавестись пятью богатыми друзьями. Но это оказалось не так-то просто. Но как только я начала читать, то поняла, что книга — тоже своего рода друг. А если я читаю книги о финансах, — богатый друг. Авторы, которых я читала, стали моими друзьями. Например, вы не можете пригласить Роберта Киосаки на прогулку в парк и поговорить с ним о деньгах. Но вы можете погулять с его книгой. Поднимите свой финансовый IQ. Продолжительность аудиоверсии составляет 8,5 часов или несколько походов в парк. Сильные книги меняют ваши убеждения, мысли и поведение. Вы становитесь средним арифметическим того, что читаете. Через некоторое время вы заметите, что думаете и действуете по-новому. Происходит работа на подсознательном уровне. Советы миллионеров учат вас финансовой грамотности. Успех заразителен, точно так же, как неудача и болезнь. Чем больше времени вы проводите с успешными людьми, читая их книги, тем больше копируете их поведение и заражаетесь успехом. До увлечения чтением я постоянно искала способы на чем-то сэкономить. Старалась покупать все сама, отслеживала акции и выгодные предложения. На это уходило немало времени. Наверное, это и есть экономия, думала я. А что, 300 рублей на дороге не валяются? Потом я прочитала секреты мышления миллионера Харва Экера и поняла, что тратила в среднем два часа на отслеживание скидок, поход в магазин и закупку продуктов. То есть сэкономленные 300 рублей стоили два часа моего времени. 150 рублей в час, соответственно. Стоило ли оно того? Думаю, нет. Во всяком случае, это противоречит мышлению богатого человека. Я могла бы вложить это время в работу над проектом, который бы принес 30 или 300 тысяч прибыли. Эта книга научила меня смотреть на мир шире. Теперь, если я могу делегировать задачу, например, фрилансеру, то обязательно это сделаю. В конечном счете, такое небольшое вложение сэкономит мои деньги, время и нервы. Книга — ваш мудрый наставник. Вам не нужны успешные родители или друзья. Не нужно платить деньги эксперту. Более того, вашего наставника может не быть в живых, но зато есть написанные им книги. Итак, давайте вспомним о трех главных преимуществах чтения, которые мы обсудили в этом видео. Первое. Чтение — это привычка, которая положительно влияет на все сферы жизни. Уделяйте чтению хотя бы несколько минут каждый день. Второе. Книга поможет найти решение вашей проблемы. Третье. Книга — ваш мудрый наставник. Мне часто задают вопросы о чтении. Отвечу на некоторые из них. Хочу начать читать. Что порекомендуете? Выберите книгу, которая ответит на актуальные вопросы. Что вас больше всего беспокоит? Почитайте об этом. Наверняка кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и поделился своим опытом. Как лучше всего читать? Здесь все индивидуально. Кто-то предпочитает электронные книги, кто-то бумажные. Мне больше нравятся аудиокниги, но кому-то этот формат вообще не подходит. Я слушаю их через сервис Audible. Если книга не цепляет меня в течение 45 минут, то я прекращаю ее слушать. Не задавайтесь целью дочитывать все книги до конца. Некоторые из них — пустая трата времени. Если книга мне понравилась, то я могу прослушать ее еще раз. Однако во второй раз уже просматриваю бумажную версию во время прослушивания. Так я воспринимаю информацию и на слух, и визуально, что улучшает понимание содержания. Когда я слушаю аудиокнигу, то не могу сосредоточиться и все время отвлекаюсь. Что делать? Вот несколько советов, которые могут помочь. Первый. Не беспокойтесь о том, чтобы вникать в каждое слово. Вы не в школе, и это не подготовка к экзамену. Расслабьтесь. Уловить 30% информации из аудиокниги лучше, чем смотреть на книгу на полке, которую вы никак не можете взять в руки. Аудиокнига всегда рядом. Шансы прочесть или прослушать ее гораздо выше. Второе. Измените свое отношение к чтению. Представьте, что это беседа с умным человеком. Третье. Выбирайте книгу в формате рассказа. Так ее проще воспринимать на слух. Большинство научно-популярных книг написаны простым языком. Начните с них. Четвертое. Меняйте скорость повествования по своему вкусу. Пятое. Убедитесь, что выбранная вами книга посвящена самой больной проблеме, которую вы хотите решить прямо сейчас. Какую книгу о личностном росте должен прочитать каждый? На мой взгляд, это сила настоящего Экхарта Толли. И вот почему. Человеческий разум – самый мощный инструмент, но его сила может обернуться против человека. Нужно соблюдать осторожность и потратить много времени на то, чтобы научиться им пользоваться. Но в школе и вузах этому не учат. К мозгу не прилагается инструкции. Мы не знаем, как им управлять. Из-за этого человечество находится на распутье. Мы либо научимся контролировать разум, либо окончательно потеряемся в мыслях и уничтожим себя. Эволюция человека еще не закончилась. И это хорошо. Нам есть к чему стремиться. Кто-то сочтет это эзотерическим бредом. Ваше право. Для тех, кого заинтересовала книга, рекомендую посмотреть наш выпуск о ней. Вы увидите, что каждая проблема в жизни связана с голосом в вашей голове, который никогда не умолкает. Что у вас появился новый сумасшедший сосед, ваш внутренний критик. Как с ним договориться, узнаете в книге «Сила настоящего». Также в этом выпуске мы упомянули атомные привычки Джеймса Клира. Хотите завести новую полезную привычку? Ознакомьтесь с кратким изложением этой книги. Кликайте по ссылке на экране. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мы сделали ваш день немного лучше.